Когда мы говорим о других людях, да, ну, если мы, например, с вами делаем интервью для других, мы знаем, что нас будут смотреть, конечно, мы думаем о наших слушателях, и это нормально, как бы, это помогает нам задуматься, что важно им, и, может быть, как-то экстраполировать свое видение туда. Но если человек, например, живет, он говорит, а вот эти делают, вот эти же злые там, они же вот гады, они же вот безжалостные, жестокие, то всегда это как бы, а как это поможет тебе, да, то есть вот есть я, например, у меня есть мои выборы, мои решения, за которые я несу свою персональную ответственность. И если там, например, ну, не знаю, вот в Италии я еду, допустим, в Италии, почему-то в Южной Италии нет мусорных баков. Вот в Москве у нас пошел мусор, выкинул бачок, и его два раза в день вывозят, у нас всегда идеальная чистота. Здесь чуть по-другому, здесь люди пакетики вешают на, как это называется, а, заборы, и там ездят машины, причем мусор сортируется, и разные машины, они ездят не каждый день. И вот это вот все висит, и это мне все не нравится. И тогда я сейчас спрашиваю, кто я во всем этом, и я просто нахожу бачок, где он все-таки стоит, я нашла, я беру свой пакетик и сама персонально отвожу его на машине. И кажется, вот можно сказать, ну, а другие же не отвозят, типа, все равно же эти пакетики висят, да, подумаешь, там твой один пакетик, ты же не изменишь эту улицу. Но я себе говорю, ну и что, вопрос персональной ответственности, какой выбор делаю я, я увеличиваю количество мусора на улице или нет, и все, вот, и все. И вот такая стратегия, она позволяет человеку самому быть ролевой моделью для других, потому что, может быть, кто скажет, блин, и мы так же будем делать, Жанна, как ты, зачем действительно нам что-то вешать, нам же несложно там проехать 300 метров и все это положить, и не замусоривать. Замусоривать. Таким образом, я приглашаю людей быть ролевой моделью для других, просвещать других, быть вот этим агентом изменений. То есть, если мы хотим светлого будущего, мы не хотим ядерной войны, ну, давайте мы начнем с себя и покажем, а как можно тогда жить счастливыми. Потому что, если мы скажем, а, они вот это все делают, и даже если я там буду как-то по-другому, я ничего не изменю, поэтому я буду ему подобляться, да, с волками жить, поволчье выть, да, с кем поведешься, от того и наберешься, есть же такие русские поговорки, то мы уподобляемся какой-то средней по палате, потому что общество развивается, то есть было и хуже, не знаю, там посмотреть фильм «Парфюмер», там люди чуть ли не ели друг друга, я не знаю, это экранизация и это гротеск, или они и так жили, но я знаю, что реально вот в Средневековье люди помои выкидывали на улицу и засорялись, поэтому воды сточные, воду не видно, туда все это проходит, и была холера, и они сами же в итоге болели. И потом наступила эпоха, когда люди увидели в микроскоп вот эти все штучки и начали чистить воду и вести гигиенические процедуры, гигиенические, и тогда могли только избавить города. Но ведь всегда есть кто-то первый, да, кто скажет, ребят, вот это поведение, оно разрушительное, вот и обоснует, потому что, потому что, потому что. Иногда его не слышат, а, как человек называется, пережил свою эпоху, да, но его потом слышат через 300 лет, и тогда он, может быть, делает послание для потомков. Вот, поэтому я за то, что ничто не проходит бесследно, и не нужно смотреть, как делают другие, спроси себя, какие у тебя жизненные принципы, выстроить систему иерархии идей, смыслов, и принимая решения не как флюгер, сегодня так, завтра по-другому, потому что плохое настроение, а исходя вот из системы идей, из системы смыслов, своей, собственной, вот как бы я лично, для чего я здесь, на этой планете, и все. И может быть, мы чем-то позитивненьким заразим других, как знать. Жанна, я очень благодарна вам за такой ответ, я абсолютно согласна с этим, что у нас есть своя ответственность, да, и свои ответственности, когда смотреть на то, что кто-то что-то делает, это не дает нам повода для того, чтобы продолжать какие-то плохие дела, и у меня огромное количество примеров, например, Николай Иванович Козлов, в университете которого я училась, очень известный российский психолог, практический психолог, который создал университет практической психологии, мне очень нравятся его слова, что бы я ни делал, добра в мире должно увеличиваться, и, например, Олега Детский, у которого я тоже училась, он тоже про это говорил, что, Детский, вот начинайте с себя, с себя начинайте, где вот ваш контроль, что вы можете контролировать, себя вы можете контролировать, свое окружение, и вот вы вынесете этот мусор или нет, я помню, когда я только приехала в Венгрию, это было 35 лет там назад, там тогда, например, не было такого селективных отходов, такого не было, потом люди стали постепенно смотреть, я съездила, мой брат же из Швейцарии, съездила в Швейцарии, о, там пакет мусора, туда нужно складывать определенный мусор, в другое место и так далее, и потом уже и в Венгрии тоже это появилось, то есть как-то, как-то, вот кто-то начинает делать, кто-то показывает примеры, и можно это продолжать, и мне очень нравится то, что делает Леонид Кроль, Леонид, если вы будете нас слушать, спасибо вам огромное, вы нас свели с Жанной, например, сейчас программа, которую Леонид запустил бесплатно, да, супервизия для, бесплатная супервизия для коуча, психологов, психотерапевтов, и он проводит три часа в течение трех дней этой программы, бесплатно, так сказать, делает супервизию, и потом то, что участники должны сделать, это, например, это провести три бесплатные консультации, помочь кому-то, то есть тогда получается, что человек вот говорит, что вот я могу сделать вот это вот мое добро, добро, но я не просто так это добро вот делаю, но вы несите это добро дальше, и от этого... Дает круги по воде, да, то есть... Да, 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 да. Геометрическую прогрессию строит. Да, да, потому что можно делать войну, а можно быть каким-то таким мостом, ну, мостиком или мостом, который, так сказать, ведет в лучшее будущее, ну, и еще моим любимым фильмом в течение многих-многих лет был фильм «Земля Санникова», и там была песня «Есть только миг между прошлым и будущим», именно он называется «Жизнь».